Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Можно ли спасти отношения? Пишет автор Ирина. Вместе с 7 лет не жената. Да, я хотел сказать, что я не буду засчитывать весь ваш текст. Я буду читать его и давать комментарии. Итак, можно ли спасти отношения? Ну, вообще идея спасти отношения не самая лучшая, потому что отношения строят двое человек, и, на мой взгляд, спасительство отношает так или иначе некий такой захват, заражение своим личным пространством, личного пространства другого человека, своей личностью в личность другого человека. поэтому, на мой взгляд, спасительство не работает. То, что вы пишете, что вы вместе с 7 лет не женаты, это свидетельствует о некой специфике отношений. Дело в том, что, да, совершенно спокойно можно прожить 7 лет вместе и не жениться, это абсолютно нормальная история. Только, наверное, это актуально, если людям это действительно окей. То есть, если человеку, если партнёрам, да, действительно нормально, то есть, если они не придают такого значения браку и, в принципе, как-то вот, считают, что необязательная абсолютно история, ну, жениться. То есть, как бы, в этом смысле, в этом случае, я бы сказал, что нормально абсолютно, что вы, вот, не женаты, там, 7 лет, да, и, как бы, у вас есть ребёнок. То есть, опять же, это зависит от подхода человека, вот, ну, от конкретного подхода к… людей. Поэтому вам здесь нужно, наверное, в первую очередь, как-то для себя решить этот вопрос, если вы с вами как относитесь к тому, что вы не женаты, да, вам это нормально или нет? Потому что, если нет, то это нарушение личных границ ваших. Дальше, дочке 5 лет, вот, к чему вы это написали, что дочке 5 лет? Что вы в это вкладываете? Недавно сделал предложение, наконец-то, но до ЗАГСа дойти 2 месяца не можем, то дочка болеет, то работа, то дела. Но, опять же, чувствуется, что здесь у вас забитка какая-то на эту историю, что он вам только сейчас сделал предложение. Он уволился, сейчас сидит дома, пытается организовать свой бизнес, стали ругаться, в том, что у мужа ко мне возникла куча претензий, главное, в которых моя холодность и эгои. ну, смотрите, опять же, здесь момент в том, что вы пишите, стали ругаться, вы ругаетесь, вы. То есть мы не говорим про вашего мужа, мы говорим про вас, что вы ругаетесь. И для вас ссора – это такой, получается, способ, да, способ именно обратиться со своими чувствами. Вот вы что-то чувствуете, вам, к примеру, вам что-то тяжело, вам что-то тяжело дается, вас, ну, к примеру, гипотетически, вас что-то угнетает. Вот, например, вас что-то угнетает, и вы выбираете обратиться с этим вот так, посредством конфликта. Вот, поэтому это вопрос, ну, вот, в первую очередь, к вам, да, что это за чувства, и как вы обращаетесь со своими чувствами, вот. Там дальше вы и даете некоторое, некоторое пояснение этому, но вот сейчас я хочу сказать, что он есть, так скажем, ваш вклад в ее конфликт, ну, вот в ссору, и его, ваш вклад, нужно обязательно выявить и подкорректировать, потому что ссора ничего не дает. Дальше. Я банально устаю на работе, куча дел после отпуска, дочь болеет часто, я мало сплю после долгого отпуска, месяц генераля за квартиру, он дурак, по дому ноль, ничего не сможет сделать, сам даже чай заварит, ложку помыть, дом ребенок 100% на мне, плюс я работаю 40 часов в неделю, руководящая дочь, но запрень небольшая. Смотрите. Про что здесь идет речь, да? Во-первых, здесь идет речь про принятие или непринятие вами, безусловного принятия и непринятия вами, своего партнера. Само собой, вы не обязаны его принимать, но если вы с ним живете, например, если вы с ним существуете, если вы с ним проживаете вместе фактически, то мы как-то говорим о том, что вы его принимаете. Если вы проживаете с партнером, которого вы не принимаете, то это, опять же, проблематика личных границ ваших, да? То есть, зачем, как бы, ну, жить с человеком, да, которого вы не принимаете, которого вы не можете принять. Вот. Да, то есть, вот вы говорите, он там ничего подобного не может, там и прочее, прочее, но, опять же, да, он вот такой. Вот такой он человек. И вы либо принимаете его, таким, как он есть, либо нет. Ну, вот. Соответственно, к вам здесь вопрос. Принимаете вы его или нет? Дальше. Вы говорите, что много устаете и так далее, да? Ну, с точки зрения, вот, пожалуй, какого-то совместного быта, я бы сказал, что речь идет о том, что вы очень много на себя взваливаете. Вот. Аргументируя, аргументируя эту тему, что у вас нет выбора. Вот. Но по факту, именно по факту, с точки зрения психологии, речь идет о том, что вы не выставляете границы, не заботитесь о своем комфорте. Игнорируете, по сути, свои ресурсы и свои возможности. Вот. Делаете все, условно говоря, на древе. На каком-то вот на древе все это у вас происходит. Вот. Это говорит о том, что в целом вы себя обесцениваете. Вот. В целом вы относитесь к себе как вот к ресурсу. Вот. Ваш муж, к сожалению, это считывает. Откликается вам соответственно. То есть, ну, откликается вам в соответствии с тем, как вы себя репрезентуете. Вам это неприятно, потому что вы видите к себе отношение такое, а вам хочется другого отношения. Вот. И, соответственно, возникает конфликт. Далее. Так. Я вынужден на работу, так как он меня не содержит вообще. Он платит за съемную квартиру, и ребенку дает фиксированную сумму. Она вся уходит на сап, питание, какую-то одежду, игручки на ребенка. Но, опять же, здесь как-то история больше про то, что есть реальность. Реальность, в которой вы находитесь. Хорошая она эта реальность, плохая она эта реальность. Это не так важно. Это реальность есть. И у вас, именно у вас, к этой реальности, какое-то свое отношение. Ну, либо есть, либо нет. То есть, вас либо устраивает реальность, либо нет. Вот. Понимаете, да? То есть, тут опять же вопрос. А я-то как хочу? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что вы от своего мужа ждете чего-то другого. не того, что он вам по сути дает, не того, что он по сути, не того, кто он по сути есть. То есть, у меня ощущение, что ваш муж один человек, а вы от него все время ждете, что он будет другим человеком. И, в общем-то, как это возможно, для меня это загадка. Как бы это не было просто вашими ожиданиями. Дальше. Так, 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 так. При этом у него миллионы на счету, экономит на всем, говорит, печется о будущем. Но факт, 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 фактом, что у меня кредиты есть, потому что денег катастрофически не хватает. О кредитах он знает и ничего не помогает мне. Но, опять же, смотрите, как бы вы знаете, что у него на счетах миллионы, вы это знаете. И, соответственно, у вас, опять же, к этому, к тому, что у него на счетах миллионы, какое отношение? То есть, понимаете, в чем штука? Штука в том, что к этому можно по-разному относиться. То есть, вы или принимаете то, что у мужа миллионы, и он вам, как бы, ну, ничего не дает с этих миллионов, да? Это неприятно, это больно, но, как бы, это его выбор, с другой стороны, вот так вот действовать. То есть, как бы, к этому можно по-разному относиться, да? К этому, это можно по-разному воспринимать, но, опять же, факт, остается факт, что он вот такой. Такие у него, условно говоря, приоритеты, ну вот, и такие у него, соответственно, представления о том, как все должно быть. Вопрос заключается в том, согласны ли вы с этим или нет? Понимаете, да? Согласны ли вы с тем, как он себя вот ведет? А у вас надежда, что он вот вам сейчас поможет. Ну, если он раньше вам не помогал, то почему, почему поможет, почему сейчас поможет? То есть, что сейчас-то изменилось, понимаете? То есть, такое ощущение, что вы живете, живете все время, ожидая, что вот сейчас наконец-то будет легко. Ну вот. Но хорошо, что-то как-то все не наступает, да? То есть, вот все ждем, 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 и что-то как-то все не наступает хорошо. Как-то не становится все хорошо. Понимаете? Вот. А у вас тем временем, тем временем копится обида. И обиды копятся довольно сильно. Это нормально, что копится обида. Потому что вы же себя зажимаете, вы же с собой как бы жертвуете. Вот вы говорите, да, там дальше, что для мужа любовь жертвенна. Возможно, это так. Возможно. Возможно, это действительно так, что для него действительно любовь может быть жертвенна. Но и вы как будто бы это поддерживаете. Поддерживаете. Вот. К сожалению. И вы как будто бы поддерживаете то, что любовь для него жертвенна. Дальше. Так. Говорит, я неблагодарная, у меня все есть, а я нормальная женщина, и платье новое хочется и другое. Да. Само собой. Только здесь важна история. Может быть, ваш муж реагирует так, потому что у него сейчас не все в порядке. Да? Ну, просто вот на данный момент сейчас у него просто не все в порядке. Вот. И человек как-то, ну, переживает, да? Человеку как-то, ну, плохо. Вот. И человек таким образом справляется с, ну, напряжением. Вот. Это одно дело. И другое дело, совсем, совсем другое дело, если для человека это норма. То есть, если он считал так всегда, и если он вел себя так всегда, тогда, правда, возникает вопрос, а что изменилось для вас? То есть, раньше, получается, вы вроде как с этим мирились. Раньше, получается, вроде как, что вы с этим соглашались. Раньше, получается, вроде как, что вы это терпели, а сейчас нет. Сейчас вы, ну, вот что-то изменилось, да? Сейчас что-то изменилось, что вы не можете больше это терпеть. То вам тяжело, то вам больно, например. И опять же, в таком, ну, в таком, в таком случае, нужно разобраться, а что изменилось. Понимаете? Может быть, вы устали. Если что, это абсолютно нормально, то, ну, то, что вы устали, да? Вот. Может быть, вы начали разочаровываться в, ну, как-то вот, в человеке, да? И просто, вот, поняли, что, ну, как бы, дальше ждать, там, в целом, не менее, так будет всегда. Да? Вот. То есть, что-то изменилось. Давайте попробуем понять, что изменилось. Давайте попробуем увидеть, что случилось. Что случилось, что сейчас вы начали ко всему этому относиться по-другому. Дальше. Так. Он говорит, значит, что я не благодарна. Чуть только я устал и заснулся без секса, все начинает скандал, что я его не люблю, и все я не благодарна. И в том, что раз больше работает, устает и так далее. А-а-а. Можно сколько угодно обвинять мужа в том, что он не прав. Вот. Но я предлагаю вам подумать о том, какой вы, лично вы, какой вклад вносите или внесли в то, что он так вот вам сейчас говорит. То есть что вы сделали для того, чтобы то, что он вам сейчас говорит, стало возможным. Может быть, может быть, вы сможете увидеть что-то. Например, у меня сложилось впечатление, что вы себя не жалеете совсем. Например, у меня сложилось впечатление, что вы о себе сами не заботитесь совсем. Что вы как-будто, ну, ждёте, а вас позаботится. Ну вот. А для него, может быть, это как раз таки и является вот этой самой историей, что вы должны уставать. Тут ещё надо делать поправку на его особенности национальности. Вот. Дальше. Значит, и всё о будущем говорить. При этом мы в съёмной квартире живём все эти 7 лет. Ипотеку брать не хочет. То невыгодно, то работу в другом городе может найти денег на себя и просить не умею. Стыдно из простой семьи, и он не даёт, сам считает, если квартиру платит и отпуск вводит, значит хорошо живём. Возможно, для него это так. А вы ничего не хотите сделать с тем, что вы не умеете просить денег? Не хотите ли вы поработать со стыдом, не связываете ли вы свой стыд, свой стыд просить денег, с тем, что вы, ну, по сути, себя вот так вот мучаете? Да, как бы, то есть, ну, не связываете ли вы одно с другим? Потому что, обратите внимание, стыд у вас возникает тогда, когда нужно что-то сделать для себя. Вот. То есть, вам в этот момент как бы стыдно, когда нужно для себя что-то сделать. То есть, когда вы чувствуете, что вот я сейчас, там, не знаю, хочу сделать что-то для себя сейчас, ну, вот на данный момент. И это, на мой взгляд, тоже подтверждение, это тоже, на мой взгляд, проявление того, как вы к себе относитесь. Вот. То есть, это, на мой взгляд, показатель, показатель негативного и обесценивающего отношения, вашего отношения к, ну, вот, к самой себе. Понимаете? В чём штука. И с этим, само собой, ну, правда, нужно что-то делать. То есть, это можно и нужно скорректировать. Если вы хотите, ну, если вы хотите, конечно, если вы хотите, конечно, это сделать. Понимаете? Дальше. А я чувствую, что мне так плохо, я чувствую себя одиноко, потому что, когда я болею усталый или реально в стрессе, депрессии, мне мне не жалко. Так, а вы как об этом говорите-то обо всем, что вы устали, что вам плохо и что вы в депрессии? Как вы об этом говорите? У меня от этого любовь угасает. Я понимаю, я понимаю, да, что вы разочаровываетесь в человеке. Но у меня есть ощущение, что ваша любовь зависит от его заимствия. Это опять же история про то, что вы хотели бы опереться на него. Опереться, конечно, можно, но вот вопрос-то в том, а человек-то как? Готов он быть до пора или нет? Дальше. Он шипает меня как партнера, как маму, что я обязан все делать и при этом быть любящей такой порыхающей пташкой. Возможно, это особенности нации, но вопрос в том, а вы-то себя как ведете? Как женщина, которая любит себя или как мама, которая все тащит на себе? Что-то сделать, поменять я не могу. Работа нужна, чтобы кредиты закрывать. Ребенком заниматься надо 24 часа. Дом рабочицу няню нанять не могу, не хватит денег. Что ж, это вам решать. Лично я думаю, что изменить можно что-то всегда. Я думаю, что здесь вы играете в психологическую игру давно. Потому что вашему ребенку 5 лет и ей совершенно не обязательно заниматься 24 часа в сутки. Более того, она должна находиться наедине с собой. Она должна учиться быть наедине с собой. Учиться быть самостоятельной. Потому что в том, что вы делаете, она будет абсолютно не приспособлена к самостоятельной жизни. Вот. Про кредиты. Про кредиты. Это с точки зрения психологии также нарушение личных границ. Ибо жизнь не по средствам. Вот. С этим тоже можно и нужно работать. Дальше. Ему открыто сказалось, что устаю. Он даже не предложил няню или помощь по дому. Потому что нужно попросить об этом. Вот. Мужчина не читает мысли. То есть для него любовь жертвенная, если любишь, должна. Возможно. Но бордюра можно поменять. Если поменяете вы свое поведение и научите. Ну, и будете по-другому выражать свои чувства. В том числе просить. А дальше. Я так устал, что сил нет. Вот как ему по-другому объяснить, что хочет бархающую влюбленную любовницу, а не уставшую ломовую лоджь, пусть помогает по дому или платит кому-то за помощь. Никак, если человек не понимает. Но можно, по крайней мере, научиться бесконфликтному, бесконфликтному общению. Вот. Чувствуется, что у вас много обиды. Чувствуется, что у вас много всего накопилось. Злости, обиды, агрессии. Вот. Вам бы это в первую очередь прожить, потому что вас это отравляет. Далее было бы видно. Реально вообще достучаться. Если вы достучаться в смысле убедить, нет. Можно вызвать у человека еще другие чувства, помимо тех, которые он испытывает. Просто мои чувства из-за этого угасают. Я начинаю реально думать лучше жить одной с вами, чем с мужчиной, который не жалеет, не заботится обо мне, только упрекает во всем. Я думаю, с учетом того, что вы о себе написали, то, что он вас не жалеет, не заботится и упрекает во всем, это отзеркаливание вашего собственного отношения к себе. По поводу угасания чувств хочется сказать, что чувства, которые основываются на заивности, да, то есть, вот, я тебя люблю пока, там, ну, не знаю, пока ты любишь меня, да, к примеру. Вот, это, на мой взгляд, несколько странная история, я бы сказал, даже в какой-то степени история деструктивная, вот, потому что это зависимость, потому что это зависимость, вот. Ну, ну, получается так, да, что это зависимость, вот, мне бы не хотелось, мне бы не хотелось, чтобы вы были зависимы, поэтому я бы посмотрел на ваши чувства немножко по-другому в отрыве от того, что делает мужчина, вот. И в отрыве, конечно, от того, что он от вас требуется, что он от вас хочет и так далее, потому что это, ну, на мой взгляд, это совершенно не важно, вот. На мой взгляд, это совершенно не важно, совершенно и абсолютно не важно, что он хочет и что он от вас требует. Гораздо важнее то, что вы сами можете и хотите человеку дать, предложить и так далее. Но вам тяжело, потому что вы себя загнали по сути в такие жесткие рамки, вы себя загнали по сути в кабару. И, в общем-то, насколько вы себя зажимаете, настолько у вас появляются требования к мыши. Ну, к сожалению. Требования, как бы, они могут быть, но это не означает, что они будут удовлетворены. Понимаете, да? Вот. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что... Помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Продолжение следует...